Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в гостях Павел Ковшаров, основатель одной из крупнейших в России сети парков развлечений «Замания», и Валерий Златухин, основатель «Импакт» инвестиционной компании, которая работает с частными инвесторами для того, чтобы предлагать интересные проекты. Мы поговорим про «Заманию», про рынок парков развлечений, про то, какие перспективы и для инвесторов, и для участников этого рынка, какие интересные идеи здесь есть, как этот рынок переживает текущую ситуацию, что вообще происходит. Ну, собственно, первый вопрос, Павел, тогда вот, наверное, про истоки вообще этого бизнеса, как эта идея появилась, как получилось создать крупнейшую сеть, какая ситуация вообще на рынке с точки зрения развития такого бизнеса. Ну, а сейчас прям сразу много вопросов, и как мы начали, и какая ситуация с точки зрения развития бизнеса. И главное, я хочу, наверное, сделать акцент на том, что мы там не как бы создали, мы только создаем сеть. Мы прям, я считаю, что в самом начале пути, у нас была небольшая передышка в 2020-2021 году с точки зрения развития роста, но у нас сейчас продолжится активное развитие. Я до этого работал в телекоме 12 лет, соответственно, у меня есть богатый корпоративный опыт и в закупках, и в продажах, и в международных отношениях, и так далее. И с этим корпоративным опытом я пошел в создание своего проекта в 2014-2015 годах. На тот момент у меня были небольшие инвестиции, я, в том числе, как Валерий, я тоже был тогда инвестором, начиная с 2012 года, и инвестировал небольшие какие-то деньги в разные компании. И когда мы говорим, почему я принял такое решение, там было, так скажем, несколько пазлов, которые отвечали на вопрос, что же там будет дальше. У меня родился ребенок, у меня были маленькие инвестиции, у меня была определенная усталость от корпоративного мира. И все это сложилось в определенный пазл, и, наверное, финальным было то, что у меня была одна хорошая инвестиция, как раз в проект, к которому, в том числе, Валерий имеет отношение, проект «Фотебол». Я тогда заработал на этом проекте хорошо, и я понял, что сектор дополнительных услуг, он очень крутой. И на том проекте как раз встретил своего будущего партнера на тот момент, Александр Марков, который, собственно, мне пришел вообще, в принципе, с такой идеей. То есть идея изначально была не моя, но мы ее очень сильно трансформировали, адаптировали, и, собственно, так родилась идея строительства парков. Вот, отвечая на второй вопрос, а где же мы сейчас? У нас, соответственно, 20 проектов, мы строим сейчас еще два проекта в России, плюс у нас есть новые направления, такие как детские лагеря. Это нужно было нам для того, чтобы поддержать падение летней поворочки. И это для повышения качества стандартов. У нас еще есть фабрика вкусов, то есть это большая-большая такая фабрика кухни на 1200 квадратных метров, новая, которую мы построили, которая снабжает нас кулинарией, кодитерским изделиям и так далее. Ну, то есть это нужно для того, чтобы, собственно, все остальное работало очень круто, как часы. Но мы рассчитываем, что это будет прям отдельный бизнес, который будет отдельно развиваться с соответствующими своими требованиями, руководством и так далее. Вот как раз, да, предвещаемый вопрос, буквально, получается, это предполагается, что это будет отдельное направление, которое может работать с внешними заказчиками, не только на обслуживание своей сети. Так же, как и Замания Кэмп, это детские лагеря, которые используют, так скажем, бренд Замания, но при этом это тоже отдельный бизнес, и мы хотим, чтобы он именно так и развивался, и в дальнейшем, чтобы в целом и команда была отдельная, чтобы мы могли использовать преимущество общей группы компаний, но при этом и преимущество маленьких бизнес-юнитов, маленьких групп, которые будут, конечно же, более активно расти. Но вот сказали, что 20 парков сейчас, а сколько вообще будет открыто в планах, какой примерно масштаб, вообще емкость рынка, как можно оценить, насколько вообще этот рынок может увеличиться в перспективе, например, там, 2-3 лет, вообще какой масштаб роста? Во-первых, я бы не делал фокус именно только на таком формате, который мы уже создали, да, и я скажу четко, что я в свое время недооценил, например, рынок московский, предположим. Я полагал, что для московского рынка достаточно там 25 парков московской и в Московской области, а уже сейчас их там 35, да, то есть в этом плане я там ошибся в меньшую сторону. Сейчас, я думаю, в целом в России, ну я сейчас нафантазирую, честно говоря, потому что у меня сейчас такой нет цифры в голове, порядка 70 парков, вот там точно там до 100-150 он будет развиваться, но самое главное то, что вот по сути все остальные ребята копируют то, что мы там создали, условно, в 15-м году. Где-то улучшают, где-то там качество другое какое-то, ну то есть так или иначе перекос какие-то есть. Я считаю, что нужно создавать новые проекты, новые форматы там для подростков, не знаю, там полностью для всех семей, или вообще только для взрослых. Или у нас есть концепция, которую мы там в том числе обсуждали, большого, 15-20 тысяч квадратных метров, прям огромного, спортивного, развлекательного, и для детей, для молодежи, и для всех семей. Мы бы очень хотели ее реализовать, но, конечно, прежде всего в Москве. Ну а конкуренция, в принципе, на рынке, то есть другие компании, которые также работают, как можно оценить концентрацию и вообще перспективы игроков? То есть будет увеличиваться число участников в этом рынке, или наоборот будет консолидация? Вот как здесь можно предположить? Конечно. Увеличиваться, я думаю, что уже точно не будет. Могут быть исключением, знаете, только в текущей ситуации у нас мы столкнулись с тем, что торговые центры, у них пустует кинотеатр. Словно, берем какой-то город, там есть торговый центр, кинотеатр, там, ну, все, он умер или при смерти. Ему что-то нужно делать. И если они, грубо говоря, не договорятся о том, чтобы туда пришел какой-то большой игрок, либо по франшизе, либо еще как-то, значит, они будут это делать сами, самостоятельно. И в этом случае, условно, как бы получается, что увеличивается количество игроков. Но в целом, я не думаю, что количество игроков будет увеличиться. Их сейчас уже достаточно много, региональных. Всловно, есть там буквально два федеральных игрока, мы и Джекин Джоя. Ну, потому что просто много у нас, да, проектов. Хотя, с другой стороны, фокус все равно, там, у нас, в основном, на Москве, у ребят Джекин Джоя, там, на Петербурге. Есть региональные игроки, такие, как Ванана Парк, там, не видали, а это еще был Супер Парк. Ну, то есть какие-то есть игроки, у которых там 3-4, Активизон, например. Со всеми мы абсолютно общались. И в целом, все готовы к консолидации. Понимают необходимость этого. Безусловно, это там вопрос того, как конкретный предприниматель, который, там, имеет один, два или, там, пять парков, как конкретно он от этой сделки выиграет. И вот это как раз вот задача, которую мы должны решить. Валерий, вот как раз с этим вопрос про Ванана Парк. Сколько мы понимаем, предполагается, вероятно, в будущем как раз слияние с Заманией. В каком формате это может быть? Какая здесь идея, в том числе, для синергии этих двух бизнесов? И, соответственно, какую долю может занять в итоге после слияния эта компания на рынке? Я думаю, что это точно будет компания номер один на рынке. То есть мы увеличим отрыв. В Ванана Парк и вообще на этот бизнес я обратил внимание несколько лет назад, изучая, так скажем, вложения одного из топовых мировых игроков в Private Equity в непубличных инвестициях, это Blackstone компании. Я обратил внимание, что у них в портфеле сразу несколько парков. Потом, когда я начал изучать этот формат, я сначала не очень понял эту бизнес-модель, ее плюсы. А плюсов там очень много. Допустим, то, что парк часто в торговом центре занимает монопольное положение. То есть это не ресторан, которых там много и которые легко заменяемы. Это раз. Второе, парк сам по себе является трафикогенерирующим, и он может располагаться не обязательно на проходе, где-то там на первом этаже. То есть он может, наоборот, находиться где-то в самой дальней части. И при этом торговый центр от этого сильно выигрывает, потому что люди идут через весь торговый центр туда целенаправленно. На детях экономят в последнюю очередь. И сама эта модель, она очень высоко маржинальная. То есть при определенном выходе по выручке прибыль составляет там вообще 50% от, собственно, вала. Вот. Когда вот эта совокупность, ну, потому что там заработок есть как на ресторанной части, так и на билетах, а на крупной сети, там еще и на рекламе появляется заработок. То есть, например, американские компании, они процентов 10-15 еще зарабатывают на рекламодателях. То есть в России пока, например, у нас это не реализовано, и это там есть идеи, есть такие планы. Это еще увеличивает маржинальность этого бизнеса. Плюс, когда рынок был менее конкурентен, то эта модель, она окупалась менее чем за 2 года, что тоже является супер доходно, да, для инвестора, очень интересно. Вот. И по совокупности всех этих факторов мы решили в эту историю зайти. Мы зашли как раз в пандемию. То есть для нас это еще и была так называемая специальная ситуация, то есть когда можно было зайти дешево. В этот актив улучшить его, помочь как бы пройти вот это самое турбулентное сложное время, когда все было заморожено. После того, как мы увидели результат на одном из парков, мы начали активно привлекать туда инвестиции от нашей клиентской базы. То есть сейчас у нас общая база около 14 тысяч инвесторов. В России, за рубежом, в основном это люди там с капиталом от нескольких миллионов рублей до там нескольких десятков миллионов долларов. То есть это примерно такого объема инвесторы. Мы собрали 400 миллионов за примерно год именно в «Бананопарк». И получается увеличили сеть с одного парка до пяти. В основном мы шли с регионов. Сейчас один парк открывается в Москве. Там заканчивается ремонт. Также открыли ресторан отдельно. Но в какой-то момент, собственно, мы познакомились с Павлом. То есть нашлись общие интересы, нашлось общее видение бизнеса. И кроме этого, я увидел синергию, которая заключалась в том, что управляющая компания Павла, она выстроена гораздо эффективнее. Все оцифровано, все автоматизировано. И эта готовая управляющая компания может брать еще энное количество парков без увеличения штата. То есть, соответственно, на меньшем объеме сети у тебя кост на управляющую компанию в общем объеме бизнеса значительно выше. Из-за этого, соответственно, у тебя и рентабельность бизнеса хромает. Ну и плюс, конечно, у нас на моменте построения, на моменте блицмасштабирования команда операционная где-то оказалась не готова. Были там кадровые определенные ошибки. И в итоге так получилось, что мы обычно по нашей стратегии, мы заходим как миноритарные инвесторы всегда. И те инвесторы, кто с нами в синдикате заходят, им тоже комфортно владеть долей, не знаю, 10-20%, 30%. В итоге получилось так, что мы за счет доинвестирования следующих раундов и исправления в том числе определенных ошибок, мы стали обладателями контрольного пакета 51%. При этом мы не хотим играть в стратегов. Это не наша история. То есть мы не стратеги, мы инвесторы, которые делают портфельные инвестиции и спокойно через совет директоров помогают этим бизнесам развиваться. Поэтому для нас следующий логичный шаг – это найти того, у кого будет непосредственно контроль, и кто эту компанию дальше, соответственно, разовьет вплоть до масштаба достаточного для выхода на биржу. Ну и как бы в Павле я увидел такого лидера, а в его команде увидел достаточные компетенции для того, чтобы эта задача была реализована. Понятно, что пандемия сильно влияла на рынок, и это как точка входа. Это интересно, безусловно, как раз интересный момент. Но, с другой стороны, и сейчас у нас не самое простое время в этом смысле, а в том числе для такой сферы. Хотя, возможно, на самом деле это такой первый взгляд, и, может быть, на самом деле все гораздо лучше. То есть как сейчас вообще этот рынок в моменте, с точки зрения динамики, растет посещаемость и спрос. Ну, я не беру там сезонность какое-то, лето, по сравнению с весной, например. Но, в принципе, вот первые полугодия этого года, по сравнению с первым полугодием прошлого года. Движения разнонаправленные. Давайте разберемся там более детально, какие они. С одной стороны, начавшие весов, там, специальная военная операция, это огромная фрустрация вообще со стороны людей. Там какая-то паника, недопонимание, что будет происходить, желание положить деньги, не знаю, в носок, под подушку и так далее. Туда же, в минуса у нас, особенно первое время, в марте, огромный был рост стоимости продуктов. А, еще третий, наверное, такой момент, что в том числе и инвесторы, ну, по крайней мере, вот март, наверное, у меня Валера поправит, апрель, все были заморожены. Но это вообще нормальная стратегия для большинства инвесторов. Плюсов, что мы видим, значит, во-первых, ну, как итог, во-первых, сразу такой спойлер, у нас переуполнение планов по выручке на 6%, и в целом у нас планы по выручке на этот год, они были такие достаточно амбициозные. В этом году у нас планы 2 миллиарда сделать, и это при том же самом количестве парков, то есть мы сюда пока не добавляем ничего остального, там детские лагеря и все остальное. Что добавило плюсов? Значит, люди меньше куда-то уезжают, вот, в целом меньше возможности там потратить деньги, честно говоря, вот, а это услуга, на которой стоит не очень много, ну, в словом, там, тысячу, там, две тысячи рублей, ты получаешь определенную услугу хорошего, очень качества. То есть такой эффект переключения с каких-то других, возможно, расходов, он тоже происходит. Да, ты если не можешь, словно, поехать потратить, не знаю, там, 300 тысяч рублей в Турцию, ты остался здесь. У тебя, условно, сэкономленные 300 тысяч рублей, но ты из них все равно, там, не знаю, 50 тысяч или 100 тысяч потратишь на что-то. Ты все равно там будешь развлекать себя и своих детей, прежде всего своих детей. То есть ты там можешь подзабить на себя с точки зрения, там, не знаю, развития, одежды, чего угодно, но вряд ли ты, как раз, как говорил Валера, будешь экономить в этом плане на детях. Ну, потому что через детей происходит несколько вещей. Это очень психологическая такая история, это самореализация через детей происходит. И ты, когда хочешь, чтобы там дети были счастливы, это не только потому, что там тебе это приятно, но если чуть глубже опуститься, это такая самореализация. То есть ему хорошо, и мне хорошо. Вот поэтому, как бы, на чашечи весов положительные, достаточно много сработало, да, и там, вы же видите, что на море сейчас поехать очень сложно. Ну, на наш, вот, именно до Черноморское побережье, там, 4 часа лететь или, там, сутки на поезд ехать, да. В Крыму там посещаемость упала, ну, я, может быть, совру, там, процентов на 60 и так далее. То есть, в целом, альтернатива заманить только бабушка, там, деревня и все. Вот, как бы, а в городах это очень сложно сделать просто. Поэтому вот это все перевесило, и выручка, соответственно, выше становится. Вот, и наша задача, кроме, там, увеличения выручки, бороться за прибыль, да, потому что сначала произошел большой очень рост на продукты питания, потом он в течение нескольких месяцев практически полностью восстановился, но немножко там выше, да, потому что альтернативы появились, новые логистические цепочки появились и так далее. А мы не сильно импортозависимые, да, с точки зрения оборудования и так далее, только вот продукты питания. Поэтому наша задача удержать вот эту маржинальность, которая у нас была, чтобы, как минимум, она была не хуже, там, предыдущего года, а желательно, соответственно, чтобы она увеличилась. Нам кажется, у нас это получается. Сколько у вас сотрудников, вообще какой масштаб по количеству людей, которые работают? Так как у нас, так скажем, все сотрудники, которые работают в компании, они так или иначе на АТК, то порядка 800 человек, если мы говорим в целом, да, ну, там, и официанты, и сотрудники, там, и аниматоры, и шоу мы сами делаем, и повара, вот все эти сотрудники, они у нас в компании работают, вот, и в том числе на фабрике кухни. В самой управляющей компании, ну, я думаю, сейчас около 70, но тут нужно понимать, что из них порядка, там, 20, даже 25, это так называемая дистанционная продажа, ну, или колл-центр, вот, то есть, грубо говоря, если так смотреть, HR, маркетинг и так далее, их меньше. Плюс мы как раз запускали новые проекты, ну, например, лагерь, да, там, плюс, условно, там, 3-4-5 сотрудников появилось, которые там конкретно мы инвестировали вот в эту часть. Поэтому мы, с одной стороны, мы очень жестко следим, чтобы управляющая компания не росла, да, с другой стороны, мы понимаем, что вот как раз, как Валерий говорил, что появление любых новых таких парков, да и бизнес, в принципе, оно не будет увеличивать штат управляющей компании, и в целом сильно будет расти эффективность вообще управляющей компании. Вот просто в два раза парков увеличить сейчас у нас, мы с этим справимся. У нас для этого готова IT-система, там, HR-система, финансовая система, у нас все отчеты готовы для этого. То есть в этом плане очень просто. Я просто знаю, мы общаемся с другими коллегами по цеху, что у них есть. Вот, к сожалению, все инвестируют огромные, там, деньги в IT-системы, ну, то есть в этом плане, к сожалению, рынок непрозрачный, неконсолидированный, не структурированный. И отвечая на ваш вот вопрос, я абсолютно уверен, что консолидация, это, ну, это в ближайшие там пару лет совершенно точно необходимость, я бы сказал, на этом рынке. Не то, что, возможно, необходимость. С точки зрения перспектив других рынков, в других странах, да, есть, я так понимаю, идея выйти еще на другие рынки, Дубай, может быть, еще что-то из других регионов. Как вообще там обстоят дела с этой сферой? Насколько там вообще есть подобные парки? Ну, они, очевидно, есть, но просто насколько здесь конкуренция высокая? И есть ли смысл выходить на эти рынки? И если да, то куда? Я абсолютно убежден, что выходить на другие рынки не можно, а нужно. И не только в нашей сфере. Ну, вот у Валера есть другие инвестиции, например, в одежду, в производство и так далее. Абсолютно необходимо выходить. По двум причинам. Первое, ты реально начинаешь очень сильно прокачиваться сам. Как предприниматель. Потому что у тебя появляется огромное количество новых задач, которых ты никогда не делал на этом рынке. Начиная там, работая с совершенно другим уровнем инвесторов, соглашения, всякие акционерные, открытие компаний. Ну, то есть такое, прям серьезное. И в целом ведение бизнеса в другой стране, с другим менталитетом, особенностями и так далее. Это очень сильно прокачивает тебя. И ты эти знания, в том числе, так или иначе, они попадают на российские бизнесы, и они тебе тоже активно начинают расти. Это первое. Второе, когда, в том числе, инвесторы видят, что у тебя появляется бизнес в другой стране, тебе больше доверия и к бизнесу здесь, в России, и к предпринимателю лично, к твоей репутации. Это тоже очень важный момент. Ну и третье, безусловно, там можно просто заработать. Потому что, несмотря на то, что там рынки разные бывают, и конкурентные в том числе, но мы видим, что когда наши, в том числе, предприниматели выходят на, например, на рынок Дубая, мы видим, что они хорошо получаются. Потому что мы здесь натренировались, у нас успешный бизнес получился. Это мы говорим и про рестораторов наших. Вот сейчас там, в том числе, там, хипчистка выходит, там, бьянка, и тот же самый импакт капитала выходит на рынок Дубая. Потому что здесь есть экспертиза, которая реально там может очень хорошо выстрелить. И очень много услуг, связанных с маркетингом, диджитализацией и так далее, там супер востребованы. Мы это видим, и уже сейчас, соответственно, мы не только подписали договор аренды с торговым центром, что крайне сложно, это просто невероятно сложная задача была. Мы это преодолели, сделали, мы привлекли инвестиции, подписались в акционерные соглашения все, открыли компанию, и, соответственно, там сейчас вот партнерский проект запускается. Валерий, ну вот тогда вопрос про инвесторов. Ну, видно, что интересный рынок, интересный проект, в который, наверное, хотелось бы попасть многим, поучаствовать, проинвестировать. Как это все организовано, какие есть возможности у инвесторов, и как импакт здесь помогает, что вообще предлагается инвесторам, как зайти? В начале интервью Павел упомянул про компанию «Футебол». Стоит, наверное, сделать такую маленькую оговорку об этом кейсе. Это компания детские футбольные клубы, которые очень быстро росли, очень быстро они развивались. Но их проблема была в том, что они брали все деньги займами. И не каждый детский какой-то проект сможет привлечь там за два года полтора миллиарда рублей. Это просто, чтобы был понятен масштаб. По итогу, когда вся эта тема обанкротилась, мы с командой смогли маленький кусок от этой компании спасти, сделать ребрендинг. И сейчас это прибыльный бизнес, где есть уже два манежа. Манеж приносит около миллиона рублей чистой прибыли в месяц. Детский футбольный клуб имени Егора Ильича Титова. Получился вот такой вот кейс. То есть те инвесторы, которые в нас тогда поверили, они сохранили деньги и получают сейчас дивиденды. То есть доходность дивидендная превышает 20 годовых, 20-25 годовых, что очень привлекательно. Плюс бизнес дальше масштабируется. Те, кто не поверили, а их было большинство, там 700 человек пострадало, они потеряли все свои деньги в этом проекте. На основателя было написано сотни заявлений в полицию. Вот это очень такой кейс яркий. Я даже книгу написал, называется «Акционер. Большие деньги на маленьких компаниях». И там этому посвящена целая глава этой истории, потому что она очень поучительная. Вот мы не хотим такого повторения абсолютно. Ни в этом бизнесе, ни в похожих. Поэтому займы, займы под высокий процент, это вот точно не наша история, и мы как бы в нее не пойдем. Возможно, в будущем мы освоим такой инструмент, как облигации. Сейчас уже объем бизнеса позволяет. И, на мой взгляд, самый правильный инструмент именно привлечения денег, фондирования, это совмещение акционерного капитала и заемного. Сейчас мы говорим про привлеченный капитал долевой. То есть это приобретение доли в компании в расчете, соответственно, на дивидендную доходность и на рост стоимости этого бизнеса. Мы говорим про холдинговую компанию, которая будет в форме акционерного общества. То есть мы сейчас находимся в процессе, соответственно, реструктуризации. Инвесторы, то есть если их будет достаточно большое количество, то уже на примере импакта мы освоили такой инструмент, как секондарис, рынок, где сами инвесторы, акционеры, кто-то может укрупнять свою позицию. Это такая биржа без биржи. То есть, условно говоря, внутренний рынок. В импакте это хорошо работает, эффективно. То есть если кому-то нужно выйти, пожалуйста, он внутри этой биржи выставляет, соответственно, заявку, у него его покупают. Таким образом он фиксирует свою прибыль, таким образом появляется достаточная ликвидность для того, чтобы инвестор мог выйти. Если он выходить не хочет, а для него эта инвестиция на 3-5 лет, он верит в перспективы компании, что мы будем, соответственно, развиваться темпами на 30, может даже на 50% год в году, пока еще база не очень большая для роста. Он держит эти акции, спокойно получает дивиденды. Поскольку внебиржевые инвестиции, они априори более рискованные, чем биржевые, то мы стараемся обеспечивать несколько более высокую дивидендную доходность, чем на фондовом рынке. И более высокие темпы роста относительно крупных компаний, каких-нибудь голубых фишек и так далее. То есть в этом главный смысл. Но при этом, как я сказал, давать достаточный объем ликвидности. Иногда мы сами выступаем как маркетмейкер условный, то есть подкупая акции на вторичном рынке у тех инвесторов, кто хочет выйти. И вот этот такой инструмент, он может быть необычный для российского рынка. И мы в данном случае здесь одни из первопроходцев, кто этот рынок развивает. На самом деле, если западные примеры посмотреть, то там уже довольно много развитых внебиржевых площадок, где все это происходит автоматически. И прекрасно работает. Получаются прекрасные кейсы. То есть, например, у нас там, ну мы сами инвестируем за рубежом, в том числе. И вот одна из таких платформ иностранных, Our Crowd, вот израильтяне, они уже там на миллиарды долларов сделок вот таким вот образом делают. И в том числе через эту платформу мы себе в портфель находили компании, которые сейчас единорогами стали. И в них там уже фонды Tier 1, то есть самые крутые мировые фонды, в них уже инвестируют на сериях B, серии А, С и так далее. Вот, поэтому мне хочется что-то подобное, чтобы у нас было в России. А в данном случае Замания и наш кейс с построением крупнейшей в России сети парков, это будет такой классный пример, как мне кажется, такой стратегии. Да, это хорошо. Ну и чем больше будет участников вовлекаться, тем, получается, больше будет ликвидность площадки, то, соответственно, это будет само воспроизводиться. Это называется сетевой эффект. То есть, когда чем больше людей в системе, тем каждый отдельный человек от этого выигрывает. А можно привести тогда еще, может, несколько примеров других проектов, из других сфер, которые вот у вас, соответственно, в портфеле и предлагаются инвесторам тоже, может быть, ну, какие-то из других секторов интересные. Наверное, самый такой яркий, интересный кейс у нас получился с точки зрения именно процентов доходности. Я сейчас не говорю про какие-то свои там старые инвестиции. Там я, допустим, 5 лет акционер Дудо Пиццы, и там выручка Дудо Пиццы 7 лет подряд удваивалась каждый год, то есть на всю большую базу. То есть из этих 7 лет удвоения, получается, 5 лет я собрал как инвестор. Вот. Я до сих пор акционер. У меня где-то полпроцента примерно компания Дудо Пиццы. То есть уже при том, что это крупнейшая сеть пиццерий в России, с претензией стать крупнейшей сетью общепита вообще в России. Кроме этого, есть проект TechnoRed, это роботы коллаборативные. Сейчас уже то, что можно называть, эту компанию мы были первые инвесторы в нее, заходили на совсем стадии стартапа, то есть мы обычно заходим чуть на более поздней стадии, то есть это где-то around A. Но с этой компанией мы заходили на раннем SEED, то есть когда еще только первые продажи были, и команда только формировалась. Проект занимался и занимается роботами, системой автоматизации, то есть они приходят на производство и ставят такие робот, как рука-манипулятор, который выполняет любые повторяющиеся процессы. То есть он может заменить человека, по сути, на любом таком тупом каком-то действии. Там, условно говоря, снять салфетки с конвейера, там что-нибудь или коробки какие-то передвинуть, или какую-то кнопку нажать, или заготовку вставить в станок. То есть вот на все эти процессы ставятся эти роботы. Эта компания росла X3, X4 каждый год, и, соответственно, сейчас мы подписали соглашение о намерении с Русатом сервисом, который выкупает эту компанию в три этапа. То есть для нас это первая сделка со стратегом, и получается примерно объем умножения денег где-то примерно X50 на то, что мы вложили на раннем этапе. Вторая история – это сеть постаматов «Омник», «Омнисдек». То есть это компания, которая, собственно, развивалась в партнерстве с известной логистической компанией. В эту компанию мы привлекли инвестиции примерно в таком же объеме, как и в парке, то есть это сотнями миллионов измерялось. Компания тоже международная. Вот вместе с нами в Дубай сейчас выходит, в Израиль выходит. Когда мы в нее заходили, это было 200 постаматов. Сейчас это 2500 постаматов. Примерно так же масштабировалась и капитализация этой компании. И в дальнейшем, скорее всего, эта компания тоже будет продана. Сейчас я не могу раскрывать какие-то детали, но это тоже будет экзит. И мы хотим еще ее подрастить где-то раза в два примерно. В нише e-коммерции, в нише логистики, в нише, собственно, постаматов сейчас очень активные игроки, крупные. Тут практически все, начиная от Сберлогистики, X5, Озона, Алиэкспресса, китайцы. Все это такой очень красный рынок. Но, с другой стороны, круто, что когда ты здесь занял свою нишу, потому что стратегии, они покупают компании тогда, когда ты начинаешь им какой-то дискомфорт доставлять, и создается риск для их собственного бизнеса не выполнить определенные метрики. Если ты как бы в это попадаешь, то ты становишься для них привлекательной, и для покупки, соответственно, ты можешь сделать хорошие экзиты. Ну и вот, несмотря на то, что многие считают, что в России нет сделок M&A, и вообще такого рынка не существует, мы стараемся вот такие кейсы делать, и потихоньку-потихоньку этот рынок, собственно, раскачивать. Вот, это, наверное, вторая история. А третья история – это, собственно, мы сами по себе, потому что нас часто фондом называют, хотя по факту мы не фонд. У нас модель что-то среднее между Бешер Хеттова и Баффета в плане инвестиционной стратегии и Goldman Sachs в плане самого операционного бизнеса, потому что наша модель состоит из инвестиций собственных средств, из андеррайтинга, то есть услуг по привлечению капитала и консалтинга, потому что мы довольно глубоко лезем в операционку компаний, пытаясь их все подогнать под единые стандарты, под лучшие практики, и за счет этого тоже добиваться хороших результатов самого этого бизнеса, куда мы проинвестировали и тем более, куда мы позвали других людей. Супер, да, спасибо. Это очень интересная модель, я надеюсь, что она будет действительно развиваться дальше, в этом смысле остается пожелать удачи, чтобы все действительно и не было таких шоков, которые как-то нарушат хорошее развитие. И Замании, конечно, тоже пожелать успехов, на самом деле Замания классная, мы с детьми тоже бывали там и не раз, поэтому и модель для инвесторов, безусловно, тоже очень интересная, собственно, мы сейчас это увидели. В описании видео будут у нас ссылки, на которые можно будет внимательно посмотреть и про импакты, и про Заманию, все можно будет предпочитать, изучить, особенно, мне кажется, интересно как раз инвесторам, которые ищут такие быстрорастущие проекты с потенциально хорошей маржой. Спасибо большое за интересное интервью. Спасибо вам. Спасибо. Да, спасибо вам. Новости, аналитика, видео портала Финверсия и канала Финверсия ТВ в удобном для вас формате. Канал Финверсия в Телеграм, канал Финверсия в Яндекс.Дзен. На главной странице портала Финверсия в правом верхнем углу нажмите на значок удобного для вас канала, подпишитесь и получайте наши материалы и видео в удобном для вас формате. Субтитры создавал DimaTorzok